Сейчас мы идем проводить первый кастинг на второй сезон. У меня сейчас такое ощущение, что ты приходишь тоже поговорить. Татьяна, алло, алло, Татьяна. У тебя прибыль, которая не позволяет тебе внедрять никакие системы. Игнат, ну неужели вы заставите меня сделать это? То, что мы тебе говорим, тебе не нравится. У тебя прибыль очень маленькая. Судя по тому, как он сидел, это будто бы мы к нему на кассе пришли. Я нету на это денег. Профессиональное оборудование, поддаем его в объемку, помогаем открывать кофейни. Есть несколько... Мы тебе все время говорим, Антон, результаты, результаты, это процессы, процессы, процессы. Опоздали на пять минут? Шуручи нахуй, да? Что, у тебя растут цифры сейчас? 10 раз выросла. Привет. Нас уже снимают. Привет, друзья. Ну что, у нас очень в Киеве прекрасно, шикарная осень. И мы сегодня решили встретиться... Мы сегодня решили встретиться с Антоном в одном из самых красивых мест Киева. Это Андреевский спуск. Как тебе, кстати, тут? Классно. За мной не гулял тут. Не выбирались. Честно говоря, я немного переживаю по поводу нашей встречи сегодняшней с Антоном, потому что что-то последнее время участники наши как-то стали все делать так, как они хотят. Да, я даже не знаю, зачем они приходят к нам, потому что мы им даем одни задания, они делают совершенно что-то другое. Они как-то по-своему все выполняют. Но мне все-таки интересно. Мне кажется, мы Антону в прошлый раз дали очень хорошее задание, очень правильная стратегия. Очень четко вроде все объяснили. Думаю, что сейчас он должен все-таки нам что-то показать. Надеешься? Я уже вижу, кстати, Антона. Ага. Эй! Привет. Ну, узнаем, посмотрим. Иди сюда. Решил прикупить картину? Нет, продаю. А, продаю. Привет. Привет. Так, я что-то, Антон, в руках у тебя не вижу листочков. Все. В прошлый раз, помнишь, я тебе сказал нарисовать схему твоего квиза, да? Которая должна состоять из нескольких страниц и что на каждой странице должно быть. Да, листочка нет, потому что все в работе, в разработке. Как бы я решил поработать над продуктом еще перед тем, как делать миску. Это уже предложение делать для людей. Смотри, ты для чего к нам пришел? Услышать советы. Мы тебе дали в прошлый раз, вот смотри, мы тебе один раз дали задание прийти с женой, да? Да. Ты не пришел. Мы тебе давали задание, что там еще говорили, по клиентам, встречаться там с этими… С дизайнерами, по телефонам. Дизайнерами, ты не встречался, ладно. Сейчас тебе дали задание очень техническое, да? Потому что больше человек технический, как бы, они там по встречам, ладно. Нарисовать, разработать и нарисовать квиз. Ты говоришь, нет, я решил что-то другое. Да. А что ты пришел тогда? Ну, смотрите, все равно у меня направляете в каком-то нужном направлении. А дальше я уже сам, ну… Когда я думаю над тем, что что-то сделать, появляются еще мысли. Мы с вами встретились, да, у вас мысль была одна. Потом, когда я начинаю над ней работать, у меня появляются другие мысли, как это улучшить. Поэтому… И какие мысли тебя появились? Поэтому квиз не значит, что квиза не будет. Ну, квиз должен быть над чем-то, да, над каким-то предложением. То есть я готовлю сначала предложение. И на него уже буду ставить квиз. То есть я хочу, чтобы у меня было… Какое у тебя предложение? Ну, в первой программе вы мне сказали, я вспомнил эту фразу, что… Смотрели когда каталоги итальянской мебели, сказали, видишь, как буржуи пакуют мебель. Вот сейчас я хочу тоже упаковать, то есть свой продукт упаковать в какое-то готовое целостное предложение, чтобы это не было что-то разбросанное, да, выборы из тысячи материалов, из тысячи услуг разных, да. То есть я хочу подготовить конкретное предложение, какое целостное, которое и мне поможет. Что ты сделал? То есть… Что произошло с тех пор, как мы в последний раз встречались? Ну, я могу конкретные шаги рассказывать. Да. Которые часто по моей… Просто мне сейчас это напоминает… Мне напоминают наши первые и вторые эфиры, когда к нам приходил мальчик, который хотел открыть что-то там, мастерскую по ремонту техники. И он каждый раз приходил просто поговорить. У меня сейчас такое ощущение, что ты приходишь тоже поговорить. Потому что мы говорим, мы тебе что-то говорим делать. Ты приходишь, делаешь что-то там, занимаешься чем-то своим. И опять приходишь поговорить. Просто не делается все очень быстро. То есть даже там две или три недели – это не так много. Так, ну что, друзья, у нас наконец-то настал тот самый долгожданный момент. Потому что сейчас мы идем проводить первый кастинг на второй сезон. Это кастинги онлайн для всех тех людей, которые живут в других странах, в других городах. В общем, мы решили, зачем же ограничивать наши возможности, когда они безграничны, когда есть интернет. Поэтому прямо сейчас мы увидим с вами, как проходит кастинг. Пошли, Сергей уже ждет. Фух, ну ты как? Волнуюсь. А что ты кепку наделал? Все начнут говорить – правила плохого тона, мужик кепки. Не, я просто знаю, что ты будешь бить меня по голове, поэтому наделал. В общем, ответственный момент. Как тебе стулья? Ты посмотри. Офигенные. А ты помнишь же? А, ты не помнишь, как мы ездили в ромб. Я смотрел, как ты ездила в ромб. Смотрел на ютубе. Слушай, мне вообще очень нравится, что сейчас мы можем проводить наш кастинг здесь, сейчас. Это круто. Ребята, ответственнейший момент, потому что мы что-то начинаем. Я, кстати, недавеча посмотрела кастинг у Хача. Знаешь, что у него тоже, кажется, кастинг есть? Да, я помню, там что-то про Куни было. Я как раз подумала, что несколько заданий можно было бы взять. Слушай, нет, в кадре я отказываюсь. У нас точно бизнес-шоу? Я забыл уже, о чем мы. Эх, ну ладно, у нас будет. Короче, кому надо Куни, идите к Хачу. Сразу вот идите. У нас не будет. Я хотела продолжить как-то шутить, но поняла, что мне тоже надо идти к Хачу, чтобы так шутить. Слушай, мы только начинаем шутить, у нас сразу куда-то ниже пояса уходят шутки. Или это у меня? Я не знаю. Я не знаю этого, Сергей, но знаю, что у нас сегодня с тобой несколько часов кастингов. Мы проводим, ребят, сейчас онлайн-кастинг, наш первый онлайн-кастинг. Почему онлайн? Потому что у нас есть люди, которые прислали анкету из разных стран, городов, которые не могут сейчас приехать. И мы, собственно, решили, что это не проблема, потому что наши участники тоже из разных стран и городов. И команды будут объединяться не только физически, но и онлайн. Поэтому сегодня мы будем смотреть. Нет, не поэтому. Просто, знаете, у нас давно уже пять лет висит телевизор, и мы не знаем, нафига он тут. И мы решили, что он наконец-то мы его как-то применим. Сергей, Хачу, Хачу с шутками, с такими Хачу. У нас серьезное бизнес-шоу, сказала Оля. Ну и оделась. Красиво. Просто продемонстрировать плечи. Я, честно говоря, немножко волнуюсь даже. Нет, я сразу сказал, что я волнуюсь. Потому что сегодня у нас будет огромное количество собеседований. И сегодня наша задача, я думаю, что даже гораздо больше и глубже, чем можно понять. Во-первых, у вас будет прекрасная возможность увидеть, как мы проводим собеседование. Во-вторых, мы давай сначала с тобой определимся с целью. Мы понимаем, что мы вряд ли будем находить суперпрофессионала. Хотя не факт. Я, во всяком случае, увидел парочку таких более-менее профессиональных людей. Но, мне кажется, это вот проблема большинства тех, кто присылает свое резюме. Они не могут себя продать уже на этапе резюме. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Почему-то людям кажется, когда они отправляют резюме, что мы отлично их знаем уже, знаем о них все. И так все понятно. Поэтому наша задача сейчас выяснить, что же у вас есть. Достать из вас то, что вы можете, твердое что-то у вас найти. Моя задача первая – найти адекватных. Это я всегда. Потому что любому навыку можно научить, если есть адекватность. Если адекватности нет, то все. Второе – это кого-то поковырять и заставить себя все-таки продать. Как-то напрячься. Мне очень хочется, чтобы люди себя продавали. У нас сегодня с тобой ответственное дело. Потому что мы будем создавать для людей команду для наших предпринимателей, которые приходят, кстати, в шоу платно. Но мне кажется, что это будет страшно бесплатно сейчас для них. Ты вообще представляешь, сколько наши участники сейчас будут получать бонусного, я бы сказала. Знаешь, я бы сам сходил в наше шоу. Я, кстати, тоже об этом подумала, что кого-то бы я опробовала и на себе. Поэтому наша задача все-таки собрать классных ребят, которые смогут раскрыть себя и которые, безусловно, прежде всего, смогут помочь нашим участникам. Может, давай уже начнем? Эх, я как-то оттягиваю, оттягиваю момент. Ну, собственно, хорошо. Давай будем начинать. Будет новый сайт, на котором будут предложения, готовые упакованные предложения. Почему я это делаю? Чтобы облегчить свою работу, работу менеджера, который у меня будет работать. Потому что, когда ты выбираешь, ну, из большого количества материала намного сложнее, чем когда у нас будут готовые предложения. Вот если вы хотите, например, белую кухню, мы вам говорим, что самое лучшее, мы уже его выбрали по этой цене. Нет, смотри, все это здорово. Я только не понимаю цели наших встреч с тобой. Вот смотри, мы с тобой встречаемся, разговариваем, ты говоришь, да, классно, я этим займусь, задание понял. Мы с тобой встречаемся через 2 недели прошло или там 3. Мы с тобой встречаемся, ты рассказываешь вообще о другом, как будто бы мы с тобой не встречались в прошлый раз. Ты просто муза, я уже поняла. У нас быть с тобой... Я вдохновляю людей. Да, мы вдохновляем людей, но делают они совершенно другие вещи, не те, которые мы говорим. Но это тоже может быть. Нет? Да, наверное, могут делать, только к нам тогда не надо приходить. Понимаешь, просто есть такая классная вещь. То есть вы имеете право делать все, что вы хотите. У вас есть не такое большое количество эфиров. И тут, знаешь, это как бы ваш вызов. То есть когда вы приходите на эфиры, берете такую на себя смелость, я бы сказала, храбрость, да, то здесь очень важная такая штука, это как с тренером. Знаешь, прийти и поиграть в ту игру уже, ну, коль ты на это приходишь и соглашаешься, прийти и делать то, что тебе говорят. Хотя бы дать себе возможность сказать, так не будет всю жизнь. Есть какой-то небольшой промежуток времени, да, в который я просто это поделаю. Очень здорово, что у тебя идут идеи, это прекрасно. Ну, по крайней мере, они у тебя идут. Там у Кати тоже они идут. Просто получается, что когда будет какой-то результат, то так или иначе, ну, нам, Сергеем, с одной стороны, легче. Потому что мы говорим, ну, не получилось, например. Твои проблемы, ты же не делал то, что мы тебе говорили. Но нам-то интересно, чтобы получилось. И у тебя есть возможность сейчас, например, тот же квиз, пусть ты его будешь делать в будущем, но хотя бы прийти и показать человеку, который опять-таки соображает в моментах интернет-маркетинга, вообще дизайна всего этого действия, то есть даже не дизайна, как это называется правильно? Юзабилити. Юзабилити, да. То есть как это все работает? Просто получить на сегодняшний день консультацию, которую ты уже условно оплатил. Понимаешь? То есть никто же не говорит тебе сегодня это делать, но если бы ты пришел и с этим в том числе, сказал, ребят, вот у меня пока нету предложения под это, но приблизительно это будет выглядеть так. Ты имеешь возможность это все улучшить и уже в дальнейшем точно знать, что это будет работать. Просто ты же не единственный участник, и сейчас, когда мы снимаем, у нас идет период съемок, все приходят и все делают что-то свое, и мы на это смотрим и ничего не можем понять. Поэтому Сергей задает этот вопрос, зачем же вы к нам приходите? Это как, знаешь, к тренеру. Ты приходишь, тренер дает тебе программу, ты говоришь, да, замечательно, но я приседал, он говорит, ну подожди, я же тебе другое сказал. Ну это понятно, да, но я подумал, у меня родились идеи. Как бы идея это очень здорово, но это как бы дополнительная работа, да, а есть то, что мы же не такие сложные задания даем, мы действительно ищем, пытаемся понять, а получается немножечко, ну странная для нас история. Возможно, да, я должен был сделать на бумаге что-то, но я просто, я подумал, я подумал, что я должен был сделать уже квиз. Ты вот сколько мебелью занимаешься лет? Десять. Десять лет? Одиннадцать. Да, и ты к нам пришел, потому что десять лет ты занимаешься, но тебе вот, ты не видишь какого-то роста, да, какого-то значительного. И ты пришел, чтобы мы со стороны посмотрели и тебе тут сказали, Антон, вот давай сделаем другое что-то, потому что то, что ты делал десять лет, оно тебе роста не дает. Ну, да, надо же делать что-то другое. То, что твоя голова не может, ну, в твоей голове нет чего-то другого, да, у тебя есть какие-то свои шаблоны, у нас какие-то свои. И когда мы на тебя со стороны смотрим, нам это лучше видно, потому что мы со стороны. У нас твоих шаблонов точно нет. Вот, ты приходишь, но мы тебе говорим, но тебе это не нравится. То, что мы тебе говорим, тебе не нравится. Тебе не хочется этого делать. Я не знаю почему. Тебе не нравится, тебе хочется, наверное, чтоб мы тебе сказали делать то, что ты привык. Антон, пойди там, закрути гайки, да, там, собирай мебель, что ты любишь делать. Тебе, наверное, этого бы хотелось? Я не знаю, что делать. Но тебе не нравится, и ты этого не делаешь. Тупо не делаешь того, что тебе говорят. Уже сегодня четвертый раз мы встречаемся, и ты ничего не делаешь, практически ничего не делаешь из-за того, что мы тебе говорим. Да, ты что-то делаешь другое, это хорошо, что тобой движет. Но ты же пойми, сейчас у тебя происходит что? У тебя сейчас происходит то же самое, что с людьми происходит после хороших, качественных тренингов. Включается энергия, включается момент того, что «А, я отдал деньги», «Б», в тебя вкладывается какая-то энергия, и у тебя начинается какая-то работа. Идеи, мысли, чего-то больше, правда? Ну, однозначно зад горит больше. Плюс реклама на канале, к тебе, может быть, больше людей стало обращаться. Неважно, зад начинает гореть, энергетически это называется у товарища Сделанда Маятником, он начинает раскачиваться. Вот ты жил как-то тихонечко, тут оттуда, оттуда, все начинает качаться. Да, но ты же понимаешь, что эта магия, она уходит. И нам, ну, в дальнейшем, потому что скоро мы расстанемся с тобой, магия уйдет, ты еще покачаешься по инерции, а потом это снова где-то застрянет. И мы очень хотим, чтобы, когда вы к нам приходили, чтобы вы этим пользовались и хотя бы пробовали. Если бы ты, например, сейчас все выполнял и ничего бы не сработало, вот ты сказал, ребята, я, блин, все сделал, посмотрите, окей, у нас бы было, мы бы сказали, слушай, давай мы будем с тобой продолжать работать, ну, реально, да, ты все сделал, что мы сказали, это не сработало, давай пойдем по обратной дороге. А так ты даже не даешь возможности нам увидеть, и как бы мы даже не понимаем, это было правильно, неправильно, да, ну, как бы по факту. И мы на дальнейшее не можем ни на что повлиять, потому что у нас тоже есть классное оправдание. Почему не получилось? Получается, мы собрались, поболтали, разошлись, и все осталось как прежде, каждый пошел заниматься своими делами. Ну, это же неинтересно. Вообще неинтересно. Не, ну, тут тоже как бы у меня проблема, я сразу пришел не с той проблемой клиентов, не количество клиентов, я пришел с проблемой организации производства, системности. Смотри, мы были с тобой в гостях у ребят, у которых все системно налажено, да, они тебе сказали, вот система есть для производства, да, которая там стоит только 300 долларов в месяц аренда ее, правильно, да? По сути, это не так много. Для производства, когда у тебя поток идет, да, 300 долларов, то, что у тебя там поток не такой, какой тебе хотелось бы, может быть, как раз потому, что у тебя такой системы не было. Если бы ты ее внедрил бы в свой... В продукт. Сначала не начали с продукта. Свой заказ и производство, да, то тогда, может быть, у тебя лучше было бы. Ты как бы от системы отказался, решил там трелло обойтись. Не, ну, подожди, мы же пошли к чему? Мы подошли, ты сказал, да, у меня проблема там с процессами. Когда мы начали ковырять, мы увидели что, что у тебя прибыль очень маленькая. У тебя прибыль, которая не позволяет тебе внедрять никакие системы и является абсурдным при том, что у тебя, если у тебя нету роста продаж и нету вот роста вообще, ты же сам во всем этом завязан. То есть куда систему строить? Ты не можешь, чтобы эту систему построить, тебе нужно что-то нанять, создать. У тебя нету на это денег. Значит, у тебя проблема прежде всего с продажами. Валерия Синякова. Одесса. Украина, Одесса. Кстати, могла бы и приехать, сказала сразу Оля. Значит, Валерия занимается обучением персонала в ресторанной сфере, участием в управлении ресторана-кафе. Ну, смотри, если бы я в ресторанной сфере работал, я бы к ней обучиться поприехал. Ну, инстушка такая, ничего, ничего. Ну, это как раз, а что у нее написано в шапке? Ничего. Ничего. Валерия Синякова. Это как раз момент того, что через личный бренд Валерия никак не продает. У нее небольшое количество подписчиков, она привлекательная девушка. У нее все прикольно сделано, но как бы мы не понимаем, чем она занимается. Мы видим, что она просто красивая девушка. Как она себя продает, непонятно. Давай сейчас позвоним и узнаем. Да, давай. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Так, Валерия, ну что, мы посмотрели ваш инстаграм, вы такая красивая. Спасибо большое. Пожалуйста, но мы в вашем инстаграме совершенно не поняли, чем вы занимаетесь. Я учусь на рестораторах, работаю в ресторане официантом. Сейчас участвую в открытии нового заведения, в качестве системы зала, помощника. Вам доводилось управлять людьми? Пока нет. А почему вы думаете, что вы ими можете управлять? Или вы просто хотите управлять? Я себя в этом вижу. У вас есть успехи какие-то личные? Да. Я занималась танцами долгое время, у меня очень много медалей. Не, но мы сейчас не о танцах говорим. Мы сейчас говорим о рестораторском мастерстве. Я пока не успела еще развиться в этом настолько, чтобы у меня были большие успехи. А маленькие? Я проработала два года в ресторане хорошего уровня, здоровое питание. Была на двух тренингах по повышению квалификации, отучилась, получила много знаний. Участие в тренинге – это не успех. Успех – это в чем-то измеряется по работе, да? Вы говорите, что вы работаете официантом уже два года в хорошем ресторане. Просто, к сожалению, очень много проблем с возрастом. Когда тебе 20 лет, и везде пишут, что без опыта мы не берем на какие-то более высокие должности, такие как администратор хотя бы. И когда тебе слышат, что тебе 20 лет, и сразу идет стереотип, что значит, ты студентка, на втором курсе там где-нибудь, ты гуляешь, у тебя нет никакого вообще представления о жизни. И за счет этого, мне кажется, меня не могу ничем похвалиться, что я добилась чего-то. Валерия, а как вы считаете, какие сейчас есть ключевые проблемы в ресторане, вообще вот в ресторанном бизнесе? Какие ключевые проблемы вы видите? Вы же находитесь, скажем, в процессе, во всем внутри. Что вы для себя видите, что с этим нужно работать, это нужно решать, это так не должно быть? Что это? Самое проблемное, на мое мнение, это взаимоотношения в коллективе и вообще отношения к персоналу. Окей, хорошо, Валерия, спасибо большое. Спасибо за интервью. Мне она понравилась. Она молодая, несмотря на свой юный возраст, она, по крайней мере, очень точно знает, что она хочет быть связана с ресторанным бизнесом. Она достаточно адекватная. Ну, то, что она юная и свежая, это как бы недостаток, который скоро исчезнет. По крайней мере, она все время говорила об одной теме, она не прыгала с чего-то там, я хочу тема, тема, тема быть. Не, она пыталась на танцы перепрыгнуть. Нет, ну ты так задал вопрос, что я бы точно так же, как и она. Хорошо. И поняла бы, я бы тебе тоже рассказала про хор. Вот, поэтому мне она, в принципе, понравилась. Я считаю, что вот это ее желание и, по крайней мере, честность, она достаточно адекватно оценивает, что у нее есть много всяких знаний, которые она получила. Но нет опыта. Но нет опыта. Но она готова все равно как бы пробовать и, я заметил, она же идет не в платный проект, да, где ей будут за это платить. Как обычный человек приходит на работу и говорит, у меня нет опыта, сколько вы мне будете платить, да? А, меньше 500 долларов, мне интересно. Я готов учиться, да. Да, я готов учиться. То есть она как бы готова и мне кажется, что вот все-таки ресторанный проект, мне очень хочется, чтобы она что-то была с едой, потому что, я думаю, это будет как бы полезно и интересно. Ирием, ирием. Вот, поэтому Валерию мы берем, если у нас появляется проект с едой, то Валерия может стать частью его команды. Ладно, я сейчас что-то переволновалась, сейчас одну секунду, я выдохну. Я, короче, придумала, как мне подписчиков себе намутить. Я поеду в шоу «Хочу миллион», и я там спешу, отпорю, блин, и все, и все. Продолжаем. А массажисты ног у нас не крутить, смотрим? Есть. Я могу заняться. Эх, Сережа, Сережа. Так, Марина Ткаченко, Украина, город Кременчук. Она фотограф, она хочет и клиентов, она хочет прокачать свои навыки, попробовать что-то новое, короче, все хочет. Да, посмотрим ее инстушу. Смотри, во, смотри, какое хорошее дело, да, сразу написано, кто она, что она, чем она занимается, вот, всем понятно, давай вниз посмотрим. Посмотрим, что она делает. Фотографии ее, ну, очень привлекательные. Да, сразу видно, что профессиональные фотографии, да, детей. Очень, мы такие гусечки, да. Здесь, слушай, мне прям захотелось сразу сфотографироваться у нее. Ну, чувствуется, кстати, что есть какой-то свой почерк. Ну, в обработке есть, да. В обработке, да. Стильно сделана инстушечка такое, все под этим. Мне нравится, хорошая. Давай поговорим с ней. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Уже видим. Вы с какой целью идете к нам в шоу? Хочу развиваться дальше. Надоело уже в качестве просто фотографа работать. Не как бы, моя творческая профессия превратилась просто в работу. А мне хочется уже более чего-то интересного. Вы должны помогать нашим участникам, что-то, как-то улучшать их бизнес, да. Каким образом вы будете им помогать? Кому-то будут полезны мои услуги, мои способности как фотографа. Так вы же сказали, что вы не хотите как фотограф, только что. Коммерческой фотографией занимаюсь с 2012 года. И так как нахожусь в маленьком городе, фотография, оно как творчество, уже переросло просто в фотосессии, работа, 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 фотосессии. И это каждый день. Хочется нового какого-то этапа, каких-то новых знакомств, новых проектов, интересных съемок. Хочется немножко за пределы города вылезти. А мне интересно еще, откуда вы о нас узнали? Снял с языка. Не знаю, давно еще. Я в городе Кременчуга и знакома с Кристиной Смирновой еще как-то тогда. Но потом вот сейчас вышло, когда видео с Наташей Мьюзбуд. Зажигал-то когда. Я уже посмотрела, думаю, так все заинтересовалось. Пересмотрела все видео. Что-то не было времени все пересмотреть. Я сидела несколько недель, смотрела. Все пересмотрела, очень понравилось. Вы интересные как люди, поэтому захотелось. Спасибо, Наталья Ала. Так, замечательно. Ну мне, Марина, все с вами понятно. Ваш навык очень понятный, нужный. Поэтому ждите звоночка. Будем формировать команды и куда-то вас пригласим. Берем. Хорошо, спасибо вам большое. Счастливо. Пока. Ну, Марине даже вопросов никаких не позадаешь. Что ей задашь? Все понятно с человеком. Вот это как раз момент того, когда говорят, что упаковка, да? Вот когда у тебя правильный сайт, когда у тебя, ну там в данном случае, правильная страница, все понятно, чем ты занимаешься, то человеку просто он говорит, ну беру, покупаю. Не надо вот этих готовить речей, чтобы уговорить, чтобы объяснить, да пожалуйста, да? Все, светящийся человечек такой, светлый, замечательный. Я думаю, что Марина прям, я даже подумаю о том, как мне лично с Мариной посотрудничать. Потому что у меня к фотографам вообще отдельная любовь. Ты хочешь беременную съемку себе? А, нет. Я хочу какие-то что-то интересное сделать. Я обязательно буду с нашими, со всеми фотографами делать какие-то такие съемки, которые будут неожиданны ни для меня, ни для них, и которые будут рвать какие-то стандарты и шаблоны. Обещаю. Это Лилия Фурманова. Давай с ней познакомимся. Давай, давай. Я сейчас посмотрю, что она. Образовательный бизнес, медиашкола, детский центр развития. Прокачать свои навыки в реальном деле. Давай узнаем о том, какие у нее есть навыки, и в каком реальном деле мы будем их прокачивать. Доброго дня. Здравствуйте. Добрый день. Вы в каком городе? Львович. Ага, здорово. Так, как нам понять, что вы делаете, какую пользу вы нам готовы принести? Вы имеете на увазе пользу для клиентов, для бизнес-шоу сейчас? Ну, конечно. Пользую для бизнес-шоу. Мы же с вами по какому поводу общаемся? Вы прислали анкету. Какую пользу вы можете принести нашему бизнес-шоу, нашим участникам? В принципе, если у нас будет появляться онлайн-напрямок, то люди могут научиться в многих напрямках, таких, как у нас есть кульсы риторики, у нас есть кульсы профессиональные для ивентов ведущих, для журналистов, для беспосредственно, у нас будут начинаться кульсы для СММ-специалистов. Что-то мне подсказывает, что Лилия нам не подойдет. Мне тоже. Вот заметь, человек не то что продать себя не может. Мне смешно, когда люди говорят о курсах СММ, когда у самих страничка, ну, как бы, вообще к СММ не имеет отношения. То есть непонятно, что продает, на все есть оправдание. Я поняла, что ты половину не понял вообще из того, что она говорила. Ну да, я об украинском не очень. Вот, на все есть оправдание, почему нету страничек. Вот, я бы Лилии сейчас, я бы немножко бесплатного коучинга, я бы посоветовала прежде всего поработать над собой. Ей рано работать над кем-то, ей нужно очень четко поработать над собой. Вот этот вот момент, мы всех обучаем, всему обучаем, но мне даже страшно... Я бы тоже точно не пошел бы учиться. Дело не в том, что мне... Я не поведу своих участников, я отвечаю за них головой, и как-то, ну, нет, Лилия вообще не произвела на меня впечатления никакого. Я сейчас не до конца просто понимаю, какие задачи ты на нас возлагаешь, потому что у нас есть задача увеличить тебе клиентский поток и увеличить тебе количество денег для того, чтобы у тебя была возможность потом все эти процессы выстраивать. Потому что, знаешь, мне тоже, вот я тебе скажу так, мне очень хочется, чтобы у меня было как минимум 6 операторов. Ну, просто, чтобы они стояли с разных сторон, чтобы они не бегали. Мне очень хочется, чтобы у меня было как минимум 5 монтажников. Не монтажник-оператор, а вот просто нормально. Вот он сидит и выпуск себе там фигачит, херачит и спокойненько делает. У меня еще есть тренинги. Мне очень хочется, чтобы на тренинг спокойно месяц сидел монтажник и все делал. Но при такой бизнес-модели я тупо разорюсь сразу же. Это просто тупой минус. Хотя было бы классно. Было бы классно, чтобы еще звукач отдельно стоял, еще осветитель. То есть это очень здорово. А можно еще кран, знаешь, с камерой, чтобы ты нас с всех сторон снимала. Офигенно. Но есть момент того, что у меня был опыт, я тебе расскажу. У меня был опыт, когда у нас в коллективе, у нас было порядка 25 человек. Каждый отвечал за свой процесс. У нас было 12 технических сотрудников, 12, которые занимались программированиями, и что они там делали, я уже не знаю. Вот они все этим занимались. И нам казалось, что это очень правильно. А знаешь, почему мы это делали? Потому что у нас бабло было. Потому что один проект шел очень хорошо, и мы решили запустить другой проект. И у нас были деньги, и мы все им платили, и все было зашибись как круто. А знаешь, что потом самое интересное случилось? Мы не смогли тот проект, который вот у нас так на широкую ногу шел, мы не смогли его окупить. А потом знаешь, что было? Мы их всех уволили, и у нас осталось два человека, которые по-прежнему генерировали те деньги, которые кормили всех. И в какой-то момент мы осознали, что вопрос не в том, чтобы было много людей, и каждый отвечал за узкий спектр. Вопрос в том, чтобы были правильные люди, и мы понимали, какие правильные процессы нам нужно делать. Вопрос в том, что сегодня тренд именно в том, чтобы 80% всего было автоматизировано. Понимаешь? Соответственно, наша задача поединять, где у тебя деньги, а не расписать тебе процессы, которые некому выполнять, и которые, возможно, и не нужно никому выполнять, чтобы платить за это бабло. Но я сейчас не понимаю, чем мы тебе можем помочь. Вы сейчас правильно говорите, что нужно уменьшать количество процессов. Вот я так и хочу сделать. Я хочу уменьшить количество процессов. Мне не нужно тысячи материалов, я хочу работать с одними, с конкретными. Тогда у меня будет проще предложение, когда конверсия будет больше. Когда человеку проще будет принять решение. Он видит, ему нравится, он покупает, и все. То есть, ну, вы поймите, не делается все за две недели, да? То есть, у меня процесс пошел. Меня рисует визуализатор, я работаю на сайте. Я вижу процессы. Вот если бы ты принес пять листочков, это был бы результат. Сейчас это все процесс. Вот результата никакого нет. Понимаешь, вы почему-то все не хотите никаких результатов. Вы хотите процессов. Заметь, как твоя голова тебе рассказывает. Ты говоришь, я вот процессы. И слово процессы ты все время повторяешь. Слово результаты ты ни разу не произнес. Мы тебе все время говорим, Антон, результаты, результаты. А ты говоришь, процессы, процессы, процессы. И ты всю жизнь будешь в этих процессах жить. Ты 10 лет живешь в процессах. И еще будешь 20 лет жить в этих процессах. Потому что ты не хочешь результатов. Самое интересное, что вы не хотите своих результатов. Понимаешь, большинство людей живут вот в этих иллюзиях, когда что-то закрутилось. Кажется, а, встречи, а, и то, 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 то. А потом задаешь один простой вопрос. Очень простой вопрос. А денег сколько? И вот это самый ключевой показатель. Просто деньги, вот я всегда говорю, это очень такой болезненный факт, но он всегда определяет. Ты можешь быть занят, у тебя может быть все расписано. Много девочек так ведут бизнес. О, боже, у меня столько всего работы. А баблишка сколько? А баблишка нету. И вот в этом нюанс. Мы с Сергеем не имели, к счастью, никак... Я могу цифры сказать. Что, у тебя растут цифры сейчас? В 10 раз выросла, по сравнению с тем, но это конкретно этот месяц, понимаете? Выросла прибыль в 10 раз. А чего? А чего тут, не знаю, сезонного такое. Не, ну вот смотри, ты в каких-то процессах, ты же ничего не сделал нового? Ну, так правильно. Ты что сделал? Я не могу растить. Только, может быть, обзвонил старый... А если мне еще начнут звонить? Что тебе дало это? Старая база клиентов, к которой ты обзвонил или что? Нет, просто сарафанное радио. То есть люди говорят друг другу. Гри, у тебя было 10 лет, и вдруг ты пришел к нам, и у тебя в 10 раз резко выросло... Я говорю за этот месяц. Ты еще ничего не сделал, но у тебя уже в 10 раз выросла прибыль? Мне просто интересно. А чего сработало? Для того, чтобы, возможно, в моем деле... То есть я не занимаюсь просто продажами, да? То есть мы оказываем услуги качественные. Да. И это в продажах нужно делать рекламу, пропорционально растет твоя прибыль, да? Ну, там от рекламы, от продаж. Ну, от продаж это везде растет. Но без продаж никак. Если у тебя больше продаж нет, то прибыль тяжело вырастить, да? То есть у нас идет рост за счет того, что мы делаем хорошо, понимаете? То есть люди сейчас... Так что, я не понимаю, вот смотри, я пытаюсь что понять? Да. Почему вдруг за один месяц в 10 раз выросло? Ну, это, возможно, не за один, за два, может быть. Хорошо. Ну, что сработало? Мы же должны понять, куда давить, на какую кнопку давить. Какая кнопка сработала? Кнопка сарафан, и все. Единственная кнопка. Подожди. Было 10 лет. Да. И вдруг вот за два месяца кнопка сарафан включилась. А что она раньше не включалась? Ну, вы, во-первых, прибыль в среднее, да? Я не знаю, что у меня будет через месяц или через два. Понимаете? Сейчас я вот обрабатываю то количество, которое ко мне пришло. Это много для меня. То есть мы с трудом это обрабатываем сейчас. Дожди. Ты меня... Возможно, через месяц еще вырастет, а может и упадет. Понимаете? Вы спрашиваете в среднем. Так вот, слово «возможно» мне не нравится. Если ты не знаешь, что сработало, почему у тебя в 10 раз выросло, то ты, когда у тебя в 10 раз дрохнется, ты тоже не будешь понимать, почему. Я уже подустала. Берем следующую. Каждый раз страшно уже, знаешь, что нас будет ждать-то? Так, Ирина Вабищевич или Вабищевич. Минск-Беларусь. География расширяется. География расширяется. Я, кстати, думаю о том, чтобы нам с тобой в следующих сезонах отправиться и в Белоруссию провести отдельно кастинги, и в России. Вообще... Я за. Вообще Россия ждет давно. Ждет давно. Как раз в Москву же не летают напрямую самолеты? Потому мы через Белоруссию. Потом в Москву. Это классно. Так, смотри, значит, у нее есть инстушка SMM, PR, копирайт. Все как бы понятно. Будем молиться, чтобы она оказалась реально в теме немножечко, хотя копирайт. Короче, она написала три моих любимых слова. Как группы Viagra. Как рыженька, беленькая, черная. Подписана на Pink Mouse Barb. Молодец, классно тело. Сейчас stories встали даже в этом. Вот, она смотрит презентацию нового айфона. А ты смотрел презентацию нового айфона? Нет, я спал. Ты знаешь, у меня такой старый уже. Вот ты всегда единственный мужчина в моей жизни, во-первых, кто дарил мне айфон, начиная с 4-го S. Во-вторых, кто дарил мне всегда айфон самой большой памяти. Какая самая большая память у нового айфона? 512. Я знаю, что мне не надо смотреть презентацию, я просто, когда выходит новый айфон, я просто беру самый лучший, тебе покупаю, чтобы не разбираться. Большой, может большой, потому что вот этот X, он не очень большой. Самый большой. Я люблю самый большой. Но нет, я не прошу тебя. Сейчас, знаешь, сейчас много хохм ходит, что женщины по таким ценам не могут себе заработать сами на телефон. Не могут. Вот я тебе честно скажу, не могут. Не могут и не могут. Я ни на что не претендую. Хорошо. Давай, давай. Слава богу. Звони. 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 Ты же не сможешь оставить у меня беда айфона. Так, что-то Ирина... Может, не то шел. Мне точно так хочу. Ее нету дома. Опоздали на 5 минут? Шуруйте нахрен. Молодец. Вот конкретно, я люблю конкретно в таких фильмах. Да, мы опоздали на 5 минут. Все, до свидоса. До свидоса. Ну, Ирина, жарю. Просим прощения. В следующий раз, надеюсь, что мы не опоздали на 5 минут. Тебе стыдно стало, нет? Мне стыдно. И мне. Но, на самом деле, мы неправы. Ну, сразу. А ты что, выходил? А мальчика нету. Похоже, кофе жарит. Он сильно занят об жаркой кофе. Я думала, только в рабочие эти... На работу люди приходят на собеседование, отправляют анкеты. И не приходят. И в резюме, да. И не приходят. Оказывается, на кастинге тоже менялись. Кстати, если вы ни разу не проводили собеседование, то знайте, что половина людей, скорее всего, не придет тем, кому назначено. Как правило. Ну, нормально. Ну, у нас тоже часть людей, которым перезвонил менеджер, отморозились. Вот. То есть, нормально. Зато мы точно знаем, что тех, кого мы возьмем. Так, звоним ютуберу, да, мозга костей. Так, Елена? Елена. Елена, так, это мы отправляем ковку. После жарит кофе. Название женщины на 15 минут раньше, между прочим. Она еще не готова, наверное. 15 минут, это целая, между 15 минут женщина может целый мир построить, создать. Здрасте. Здрасте, здрасте. Сколько у вас времени в Новосибирске сейчас? У нас сейчас без 15,8. А у нас без 15,4. Ага, на 4 часа разница. Нормально. Так, Елена, расскажите, пожалуйста, нам, зачем вы отправили анкету, вернее, заполнили анкету? Чего хотите, чем можете быть полезным? Я, Ольга, ваше шоу с Сергеем смотрю, наверное, с первого выпуска. Мне очень, ну, вообще просто я, как ютуб-специалист, смотрю очень много видео на ютуб. И как-то смотрела ваше интервью у Олеси Тимофеевой, после этого подписалась на канал, в общем, как-то меня заткнуло. И когда я увидела о том, что ищут гостей, ой, не гостей, а что вы ищете еще специалистов, которые могут быть полезны вашим героям, ну, мне это было интересно. Мы посмотрели только что ваш ютуб-канал, я увидел, что у вас 320 подписчиков. Свой ютуб-канал я не развиваю. Почему? Потому что, ну, у меня, во-первых, такой потребности нет, потому что я, прежде всего, занимаюсь развитием каналов своих клиентов. Расскажите о своих успехах. Может быть, какой-то кейс, который... Можно гордиться. Можно гордиться. У меня был такой результат, которым я гордилась, это миллион просмотров за первые сутки, ролик, который я оптимизировала. Также были результаты моих клиентов за три месяца я увеличила количество подписчиков в два раза. Получается, было на канале 4 тысячи подписчиков, через три месяца было 10 тысяч подписчиков. Только за счет оптимизации или за счет бюджета какого-то? Нет, это за счет было рекламного бюджета. Это была оптимизация плюс рекламный бюджет плюс реклама у блогеров. Ну, вот смотрите, еще прошу прощения. Вы говорите, видео получило миллион просмотров в первые сутки, которые вы оптимизировали, да? Но канал же, я так понимаю, что уже раскрученный и там... Да, это был уже раскрученный канал и оно попало в рекомендованные видео и хорошо начало набирать трафик. Плюс это был старт нового шоу. Ну, то есть у канала была своя аудитория. А в чем... Как вы определились, что... Ну, в чем успех именно вашей оптимизации? Успех в том, что этот ролик попал в рекомендованные и начал собирать трафик, но потом правильно были настроены теги. Это не совсем моя заслуга в том плане, что там были герои, которые, в принципе, возможно, тоже успешно бы зашли, даже если бы этот ролик оптимизировал и другой менеджер по таким же алгоритмам. Но, тем не менее, просто, наверное, не самый удачный пример подвела именно касается этого ролика. То есть шоу вы бы хотели чем заняться? Ну, как помогать нашим участникам? Шоу помогать могла бы развитием YouTube-каналов, если бы такая необходимость была. Я могу, на самом деле, озвучить идеи, да, о том, как можно продвигать YouTube-канал, какие темы роликов можно продумывать, и какой контент был, чтобы был на канале. Это я могу такие же... И оптимизировать этот контент правильно, да? Да, и правильно. И правильно настраивать, оптимизировать его. Угу, хорошо. Да, да, да. Все понятно. Мне все понятно тоже. Лен, спасибо большое. Я думаю, что мы с вами непременно свяжемся и поработаем. Что скажешь? Ну, мне все понятно, все хорошо, правильный специалист, как бы занимается... Мне Лена понравилась? Ну, слушай, а как тебе насчет того, чтобы привлечь члену к нашему каналу? Мы можем, например, мы с тобой знаем статистику без рекламы, сколько нас смотрят люди и так далее. То есть мы четко понимаем голые свои результаты, да, как бы рост и так далее. И мы можем это легко замерить достаточно, дав ей возможность поработать как без рекламного бюджета, так и, например, с рекламным бюджетом. И увидеть, какая будет разница. Ну, мне кажется, что у нас как бы проактимизировано процентов на 80. Ну, то, что я знаю... Ну, тебе кажется, да? То есть никто же не заставляет ей полностью довериться, да, там, все. То есть очень хорошо, ты соображаешь в этом вопросе. Вот. Но Лена говорит, что она тоже соображает. Мы же тоже готовы учиться. Конечно. Вот. Если она действительно сможет улучшить показатели, для нее это будет прекрасный кейс и для нас это будет замечательная возможность поработать с человеком и улучшить свой контент. Хорошо. Смотри, это у нас там Игнат с кофе. Извините, звонок Юсти, Игнат. Но неужели вы заставите меня сделать это? Единственная мужчина, которая заставит меня сделать это. Я ему звоню. А, ты достала из корзинки. Он же не должен был отравились. Я пошутила. Я туда не плевала, не курила, ничего. Прости, Игнат. Это будет наша маленькая таль. Игнат, неужели это будет у нас целый день такие отношения с вами? Он мне снова это сделать. Я уже вскоре привыкнула. А, это Игнат. Где моя мусорка? Игнат мусорка подпишу в телефоне, знаешь, чтобы было понятно. Женщины, знаешь, как мужчины обычно подписывают? Сережа с уши. Дима очки. Ура. Наконец-то связь состоялась. Здравствуйте. Я пока не заклонюсь. Оля уже два раза выбрасывала вашу анкету. Ну, потому что связь с ней удалось. А в каком городе, Игнат? В Днепропетровске. А, классно. Мы поняли, что вы кофе занимаетесь, жарите. Да, у нас производство. Ну, производство и около кофейная тема. Вообще, у нас есть оборудование кофейное всех форматов. Есть маленькие кофеварки, которые домашнего, офисного типа. Есть профессиональное оборудование. Сдаем его в агенту. Помогаем открывать кофейни. Есть несколько своих кофейн. Стоп. Слышите стоп слово? Да. Вы написали, прислали анкету для того, чтобы чем-то помочь нашим участникам. Чем вы можете им помочь? Мы помогаем ребятам открывать кофейни. Знаем, ну, то есть вот моя команда может помочь в продвижении хорика, в области хорики. Рестораны, кафе. Мы знаем, как поставить, допустим, в ресторане вкусный кофейный бар. Смотрите, пытаюсь понять, чем должен заниматься, вот какой бизнес должен быть у нашего участника, чтобы вы могли войти в его команду и помогать? Ну, что-то связанное с общепитом. Угу. То есть это ресторан какой-то, какая-то кофейня, что-то такое. Да, да, да. Ну, идеально это кофейня, понятное дело. А, Игнат, а как давно вы нас смотрите? Я смотрю недавно, если честно, где-то, ну, 3-4 последних выпуска. А вот жена моя за вами следит сначала вашей деятельности. А почему вы стали нас смотреть? Жена заставила? Ну, вы... Не, просто жена смотрела, мне показался интересный контент, и, честно, последние три выпуска прям я ждал. А, здорово. Интересно. А как раз у меня вопрос родился. Скажите, ваши вот личные успехи в построении кофейного бизнеса, ну, какие? Расскажите немножко. В городе мы работаем с самыми крупными сетевыми кофейнями. Поставляете им свой кофе, да? Да, да, да. Игнат, а может вы нам мешочек маленький пришлете своего кофе? С удовольствием. Говорите, куда отсылать. Да, я вам сейчас сброшу адрес, правда. Мы попьем с удовольствием, отпразднуем наш новый офис. Может быть, мы будем у вас заказывать кофе очень вкусный. Да, с удовольствием. Отправлю вам лучшие наши сорта. Ой, как хорошо, как я напросилась-то. Так, ну, я поняла только одно, что нам нужен в новый сезон обязательно кто-то, кто будет связан с ресторанным бизнесом, с общепитами, потому что у нас команда просто шикарная подбирается под эту тему, ты заметил? Да, да, нам нужны герои, которые рестораны хотят открывать. Ясно. Хорошо, Игнат, спасибо вам большое, жене привет, ждем кофе, и как только героя под вас подбираем, обязательно вам позвоним. Спасибо вам большое, хорошего дня. Спасибо, пока. До свидания. Мне кажется, скоро у нас будет с тобой такая эко-лавка. Нам нужно обязательно, во-первых, нам нужно уколось коровы, чтобы молочко нам свежее поставляли. А свиньи? Свиньи у нас достаточно одной. Он язык классный. Вот, заметь, вот он сказал несколько фраз, во-первых, я ему поверила, что он в кофе шарит. Я хотела спросить у него, сколько приносит кофейный бизнес денег, но я не поняла, что в данном случае будет приносить деньги кофейные. Ну вот, они столько всего делают, но вот он молодец. Это как раз момент по тренингу нашей ниши, выбор ниши. Он взял нишу, и он ее со всех сторон. Он делает, восстанавливает старые кофемашины и продает их восстановленные. Он обжаривает кофе, завозит его, затем он устанавливает эти машины, в аренду дает, и кофе опять же туда поставляет. У них консалтинг. Да, консалтинг. Он помогает другим открывать кофейни. Я так понимаю, что у него у самого есть какие-то кофейни. Да, и у самого кофейни, да. Молодец. Вот 7 лет, вот то, что мне тоже очень понравилось, 7 лет. 7 лет это приличный срок, но люди как хотят, ну мне, пожалуйста, за 3 месяца, чтобы полностью все работало. Нифига, чувак 7 лет в теме, заметьте, верный какой. И больше всего отдельный привет девочкам всем. Девочки, вы красотки, я думаю, откуда пошли мужики? А вы нормальные, классные бобенки мои взяли своих мужиков, притащили и сказали, смотреть, смотреть. Вот молодцы. Ты знаешь, этот прием я еще узнала. А знаешь, почему мужики пошли? Потому что я появился. Я об этом тоже подумала, потому что я тоже умная бобенка и притащила тебя. Я всегда знала, что сначала нужно понравиться женщинам. Когда ты женщине нравишься, тогда мужик делает то, что сказала его женщина любимая. Сказала сидеть и говорить. Вот, поэтому у нас все по плану. Так, ну супер. Игната мы оставили, мусорки ему не быть. Ну, он первый, кто оттуда выбрался. Золотой состав, ну, кстати, да. На кастингах онлайн в прошлый раз, вы помните, был Игнат. Игнат, который занимается кофе, и которому я сказала, Игнат, ну покажи, что такое классный кофе. Игнат прислал его на следующий день. На следующий день приехал этот кофе. Я обожаю людей, которые просто берут и делают тут же, тут же. Значит, дегустировать я буду его не в офисе, я его буду дегустировать дома в своей кофемашине. Хренушки вам офис. О, боже, Игнат, ты решил, чтобы мы вспоминали с Сергеем тебя не одно утро и, думаю, что не одну неделю. Посмотри, иди сюда, посмотри. Значит, Игнат обещал, что это плотное тело, мягкий, кисло-сладкий, шоколадное, послевкусие. Я тебя уже хочу. Ирмилов, посмотри. Яркий, фруктовый, цветочный вкус, легкие нотки цитруса. Ого, сколько. Ты посмотри. Красавец. Спелая вишня, лайм, яркий, цветочный аромат. Послушай, плотное тело, кисло-сладкий вкус, ореховое послевкусие. Я бы это назвала для мужских оральных ласок, клянусь. Плотное тело, кисло-сладкий вкус, ореховое послевкусие. Да простят меня за пошлость. Да пахнет как бумага. Значит, Игнат, я обещаю тебе, что в инста я обязательно сделаю, буду пить и рассказывать, насколько это плотное, кисло-сладкое и ореховое послевкусие. Слушай, мужик у нас крутой. Скажи, Игнат, крутой. Крутой. Ребята, это очень круто. Игнат, супер. Ты мужик, ты это уже доказал. Кофе посмотрим. Я очень надеюсь, что мы тебя увидим в шоу. Ты сможешь ребятам помочь обязательно в открытии чего-нибудь кофейного. Ну, все, как лучше кофе напить. Супер. Сейчас все рассыпется. Ты приходишь в кино сюда и говоришь, я попкорн не буду. Я беру вкусненькое ведерко. Я же хочу худеть, а ты мне не даешь. Ты начинаешь есть это? Вот. И я притащил попкорн сюда. Слушай, ну у меня никогда не было такой классного рабочего дня. Так, смотри, Богдан Пелепчук. Ого, какая машина. Красивая у него. Мы просто на него прилегали. Это его. И кто может мне надо было другой кончатель? Конечно, его. Наверное. Здравствуйте, Богдан. Добрый день. Я прочитал, что вы создаете какой-то огромный проект, какой-то новый транспорт будущего. Ага. А вы не в курсе? Нет, мы о нем ничего не слышали, пока не увидели ваш профиль. Нет. Вы почему решили такой проект создавать? Я как... Это краудинвестинговый проект. Здесь у нас много создателей, можно сказать. Мы инвестируем деньги и время, ресурсы свои. Проект-то да. Но вы когда деньги начнете с него получать? Вы же как бы инвестируете туда, а на что-то сейчас нужно жить. Когда-то он будет построиться, когда-то там деньги пойдут. Это еще не скоро. Это в далеком будущем. На что вы сейчас живете? Чем вы зарабатываете? Ну, я предприниматель. Торговля, продажи, продажи товарами в неспециализированных магазинах. Вы знаете, это то же самое, что человек к нам приходит на работу наниматься, говорит, у меня есть диплом менеджера. Я его спрашиваю, а что ты умеешь делать? Он говорит, ну, у меня же есть диплом менеджера. Вот. И у нас дурацкий разговор получается. С вами точно такой же дурацкий разговор сейчас. Что у вас открыт ФОП и торговля какими-то товарами там написана у вас. Это ни о чем не говорит, да? Это то же самое, что диплом. Что вы делаете? Вот не что у вас там открыто, а что вы делаете? У меня вот в этом вопрос. Раньше это в области, в Винницкой области. Раньше была такая система, как кооперация. Слышали? У КОП-спилка сейчас на главной стране. Есть смысл продолжать? Эта система имела массу магазинчиков. Виталий, хорошо, Богдан, спасибо большое вам за собеседование. Вот, мы если подберем вам команду, мы вам напишем. Ты знаешь, вот мне кажется, он прикольный чувак. Прикольный. А тем временем кастинг продолжается. Ну посмотрите, что мы делаем. Нормально? Нормально вообще на работе? Болкорн классный. Сейчас нам будут звонить, если проще. Здрасте. Здравствуйте. Какие у вас красивые звезды. Чем вы занимаетесь? К вашему проекту я бы хотела предложить свои услуги в качестве в некотором роде графического редактора и человеку, который может создавать инфографику. А зачем вам это нужно? Мне интересно испытать себя, потому что я заявилась на этот проект, имея минимальный опыт, но большое желание. А как вы считаете, кому это и в каких случаях будет полезно? Кто это должен быть? Кто этот герой? Чем он занимается? Зачем ему нужно это? Ну возьмите любого участника шоу, которого вы вот помните, и попробуйте сказать, вот этому я бы предложила сделать вот так. Ему бы это было хорошо. Вот для кого бы вы что могли из них предложить? Чтобы было нам понятнее, да? Я тоже не могу понять пока. Я пытаюсь. Ну, например, если взять юстиму, к примеру, для оформления, например, инстаграм-аккаунта. Один из моих видов деятельности я сформатолог-ортодонт. Смотрите, в вашей анкете, да, тут что есть? Есть ссылка на ваш профиль ВКонтакте, и там написано о том, что вы вообще занимаетесь свадьбами, да, организацией свадьб. Да, я когда-то занималась, собственно говоря, почему я и знаю вас. Да. Смотрите, вы врач, стоматолог, да, врач. Да. Зачем-то пошли заниматься организацией свадьбы. Вот, теперь вы занимаетесь, подождите, теперь вы занимаетесь инфографикой, пошли куда-то. Мне кажется, вам просто не нравится то, чем вы занимаетесь, и вы как-то себя сейчас ищите. И пытаетесь таким образом себя как-то найти. Ну, не совсем. Может быть, где-то считывается с меня эта информация, но на данный момент я бы не сказала, что это так. Я говорю, что я хочу найти еще один вид деятельности, просто связанный с ноутбуком и с интернетом. Ну, я думаю, что, в принципе, если у нас появится герой, и у нас родится такой запрос, то мы, по крайней мере, будем знать, кто нам может в этом помочь. И дальше уже Аня будет говорить в состоянии, она не в состоянии, потому что мы пытаемся, чтобы она придумала, как бы, куда это делать. Мне, в принципе, понятно, что она делает. Понятно, да. Да, а в бизнесе это уже, скорее всего, если это встанет, то мы сразу поймем, что эта задача есть у нас, да. И есть человек, который... А в каком это виде, может быть, в виде картинок или в виде какого-то видеоряда? На данный момент я отрабатываю картинки, но и с видео я тоже работала. Пока еще не в виде прям полноценной инфографики, но я думаю, что я смогу это отрабатывать. Сейчас у тебя есть возможность по своему бизнесу, по твоей стратегии, опять-таки, когда я тебе предлагаю, что-то у меня есть идеи, прошлый эфир я тебе весь рассказывала. В этот раз, окей, у тебя своя какая-то история получается на фоне нашего интерпретации, как это, импровизация, вот. Импровизация у тебя получается. У тебя сейчас есть что-то, что бы ты хотел спросить? Нужно подумать, потому что, вот видите, я готовлю, как бы, задание должен выполнить, но я не думаю про вопросы. Так ты задание, что тоже не выполнял. Ну, правильно, но я готовил то, что я вот сейчас рассказываю, я над этим все равно работал. Ну, это прекрасно. То есть ты пришел просто поговорить? Ну, рассказать. Рассказать. Ну, хорошо, а расскажите тогда свои задачи. У него отчет работает. Мы не можем тебе рассказать. Какие у вас задачи тогда? У нас задача помочь тебе в тех вопросах, о которых мы говорили. Вот, мы увидели, мы тебе даем решения свои, ты, как бы, мы увидели, что с тобой формат работы, вот, он вот такой, он в импровизации. Ты что-то берешь для себя, на тебя это навеивает какие-то мысли, и ты что-то делаешь. Окей, это имеет место быть. Я предлагаю следующее. Я предлагаю нам с тобой в следующий раз встретиться в ноябре, когда ты все запустишь, вот, для того, чтобы у нас был предметный разговор. Во-первых, до этого времени, и ты, ну, прежде всего ты, да, ты увидишь, насколько ты в состоянии двигаться самостоятельно, может быть, увидишь, что в чем-то тебе нужна помощь, может быть, нет. Вот, то есть вообще увидишь, как тебе энергии твоей хватит. Потому что сейчас у тебя есть запал энергии, до ноября у нас достаточно приличное количество времени, да, там, два-три месяца, вот, для того, чтобы тебе хватило этой энергии. Второй момент, ты увидишь, когда запустишь сайт, что происходит так, а что не так. Потому что очень часто это как с открытием, знаешь, когда мы делаем ремонт, это самый яркий вообще период в бизнесе. Уже бизнеса нет, ну, то есть мы в подготовке, мы в предвкушении, что мы сейчас сделаем это и что-то будет. И вот я хочу, чтобы ты это запустил, и хотя бы там у тебя это, ну, пару недель, ты посмотрел на это. И тогда, скорее всего, у тебя появятся вопросы. Да. Потому что мне хочется приносить пользу, я не знаю, может быть, ты не внедришь все то, что мы тебе скажем, но у тебя наверняка появится вдохновение сделать что-то другое. Ну, знаешь ли, по-разному все происходит. Просто я вот, ну, у меня нет других идей. Ну, да, это нормальный вариант. Да? Ну, тогда супер. Потому что, да, говорить о том, чего, как бы, вот просто говорить, не вижу смысла, да? Мы сегодня с тобой назначили встречу для того, чтобы помочь тебе с квизом, ну, посмотреть. Обсудить себя. И чтобы ты его мог запустить уже в производство. Вот, но, как бы, окей, то есть имеет место быть. Ты должен понимать, как и все остальные, вы тут не ученики и не люди, которым мы ставим двойки. Нет, это какая-то, знаешь, это говорят какие-то ваши личные внутренние комплексы. Вы приходите абсолютно на равных. Мы здесь для того, чтобы помочь вам, поскольку вы сами этой помощи просите. Вы просите, помогите мне, я заплачу вам за то, чтобы вы мне помогли. Все равноправно. Но ты должен понимать, что, как бы, игра тут в две ворота, в двое ворот. Тут нету такого, что... Ну, кстати, я вот сейчас понял, почему он начал работать над продуктом и над предложением. Потому что, когда он начал думать о квизе... Понял, что ему нечего предлагать. Понял, что тебе нечего предложить, люди. Ну, нет уникальности. Нету предложения, нету. Продаю мебель, да. Это вообще не предложение, да. Потому что продают мебель миллион человек. И ты понял, что у тебя... Да, это очень важный момент, потому что мы всегда ходим по этому кругу. Мы ходим... Нам что нужен? Трафик, продукт и упаковка, то есть предложение. Мы все это по кругу. Вы просто мужчины друг друга все время не понимаете. Понимаешь, вопрос ведь был не в том, чтобы ты прислал предложение. Вопрос в том, чтобы ты сделал хотя бы схему. Сергей хотел видеть схему. И от тебя, вот у Кати ты увидишь эфир. У нас тут одна и та же боль. Как бы, что никто не хочет этого рисовать. Окей, давай договоримся с тобой так. Если у тебя в процессе будут возникать какие-то вопросы, ты можешь нам написать, позвонить, да, получить какое-то напутствие, да. То есть для того, чтобы ты не шел куда-то, ну, не вдалбливался. Вот. А в ноябре мы с тобой встречаемся и смотрим уже предметно. Твой сайт, мы смотрим, ты рассказываешь нам, как идут дела, в чем есть загвоздки, они по-любому будут, у всех они есть. И мы разбираемся. Ну, и, естественно, посмотрим, а вдруг у себя каждый месяц будет. В 10 раз, в 10 раз, в 10 раз, да. Мне все-таки интересно, почему в 10 раз. Ну, в 10 ты фигурально это выразился? Может, 2 раза. Ну, сколько? В 10 раз больше клиентов стало вдруг? Ну, объем. Объем в деньгах. Да, в деньгах. В деньгах, то есть стали более крупные чеки или что? Да, крупные чеки больше. А что все-таки служило к катализаторам? Я даже вам говорю, сарафан. Не, ну сарафанка, она вот мгновенно не срабатывает же, понимаешь? Посиди рядом с сарафанкой, и тебя будет в 10 раз больше. Я уже 10 лет с тобой рядом сижу. В 10 раз больше. И все, что ты не загадаешь, все будет больше. Все растет. Ладно, давай до ноября. Мне этот звук сегодня уже начинает висеть. Да, здравствуйте. Так, а у вас камера есть? Да, да, сейчас, секунду. Как у нее может не быть камера? Она блогер, у нее везде камеры. Да, точно. Здравствуй, нет. Вы на пробежке, Лена? В процессе. Так, сейчас куда-нибудь встану, чтобы не так громко было. А вы еще и с зонтиком, у вас еще и дождик. У нас еще и дождик, да. У нас просто ливень, не то что дождик. Какой должен быть участник, ну, чем должен заниматься участник нашего шоу и чем вы можете ему помочь? Ну, как идеальный для вас участник, которому вы хотели бы помогать? Сертапер, который стартует сейчас в бизнесе и которому я могу помочь продвинуть свой продукт в социальных сетях, в мессенджере, через социальные сети, то есть масштабировать его продажу. Ясно, а зачем вам это нужно? Это формирование моего личного бренда, за счет чего я, соответственно, получаю лояльность своей аудитории, которая переходит в доверие и человек также переходит либо в моего бизнес-партнера, либо покупает у меня продукт. Видя результат другого человека, вот и все. Спасибо. Есть? Нет, мне все, ну, пока понятно, надо подумать просто. Спасибо вам, было интересно с нами пообщаться. Благодарю вас. Взаимно. Пока. Я не вижу ее у нас в качестве помощницы, но я думаю, что если она нас будет смотреть и она будет продолжать бежать и действовать, я думаю, что вдохновлять она будет большее количество людей. Но как бы вдохновлять это да, но нам нужны люди, которые, помни, к нам приходят участники, они платят деньги за то, чтобы получить результат, за который мы отвечаем. И я хочу точно знать, что каждый человек, который будет в команде, это маленькая акула. Поэтому я думаю, что Лена нам в данном случае не поможет, но я думаю, что у Лены есть еще. Ну, участникам не было бы, да, такого интересно иметь. Поехали в Перм. Поехали. Она из Перми или откуда она? Из Перми. Поехали. 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 Москва, Россия. Москва, Россия. Во-первых, я люблю Москва, Россия. Пассивные источники дохода. Так, ну сейчас надо, чтобы он нам продал пассивный источник дохода. Да. Так, ладно. Значит, либо вы что-то не то делаете, либо вы что-то либо вы какой-то не такой. Да, с просмотрами как-то не очень. Он ждал. Он ждал. Ждет. До свидос. Да, свидос. Ну, ладно. Судя по тому, как он сидел, это будто бы мы к нему наказали пришли. Да, да. А во сколько мы должны были с Червяковым созвониться? Вот 18-10. 18-10? Да. Но даже раньше? Опережать. Ну, нам же Никитос не взял трубку. А-а. Ну, обиделся со мной. Обиделся. И поэтому улетаешь ты. А тут, наверное, отписывался Никитой. Так, значит... Никитоса, я так тебя ждала. Никита, приходи. Я все прощу. И на этом улетать. Смотри. Ну, что я тебе могу сказать? Несколько человек были, которые мне прям понравились. Да, мне тоже. Несколько, которые меня улыбнули. В целом, меня порадовало то, что аудитория у нас в контексте 100% очень адекватная. Ну, все равно, аудитория вот правильная, ребята. Заметь, они все отличаются от обычных людей, которых мы видим. Никто из них не был потухшим. Все из них говорили слово «люблю, что я делаю», «обожаю», «хочу». Очень многие говорили о том, что они готовы и хотят поделиться искренне этим. Понятное дело, что им нужен пиар, но это нормально. Нормально. Ну, это нормально. Я ненавижу людей, которые говорят «ой, мне ничего не надо». Ну, как это не надо? Надо. Игнат вообще красава, потому что пока мы снимали эфир, уже кофе, блин, пошел к нам. Да, уже поехал, завтра получше. Уже поехал. Вот. И в целом я довольна. Я очень жду личных кастингов. Очень жду личных кастингов, когда, блин, мы наконец-то их увидим. Вот. Ну и, конечно, я жду наших новых героев. Вот. Потому что я уже знаю, естественно, и ты знаешь, что у нас будет в новом сезоне, но нам явно нужен ресторанчик, еда, общепит. Я сейчас, знаешь, черхачиваю. Что такое, ребята, вот давайте. Это ваш сейчас охрененный шанс. Что? Я жду с нетерпением, когда у нас будет скоро живой кастинг, когда люди сюда к нам придут. Мне кажется, ты только что спал. Я только что об этом говорила. Я не спал, я мечтал. Ты как мой тренер по стретчингу, понимаешь? Когда мы с ней вчера говорим, я ей рассказываю, 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 и тут я замолкаю. И она мне говорит, ты знаешь, и говорит то же самое, что я только что сказала. Будем считать, что это магия. Все, хоррэ, пошли. Могу вам сказать одно. Темп очень сильно ускоряется. Вот прямо сейчас, когда надо записать конец этого выпуска, у нас происходит фотосессия с завершением проекта «Ремонт с Ермиловой». И вообще все бежит, бежит и бежит. Поэтому сейчас, прямо сейчас, я хочу сказать вам самое важное. Ну, во-первых, кастинги онлайн удались. И если вы по каким-то причинам забыли, не знали, не попали, но вам есть что сказать, ребята, не спите, шлите свои анкеты, потому что команда нам нужны, так как главные герои у нас подбираются. Но если вы хотите быть главным героем, чего вы ждете, мать вашу? Вы видите, какие команды у нас будут. Вы видите, насколько проще вам будет развиваться. Мы с Сергеем подумали о том, что есть определенные ниши, которые бы мы очень хотели, чтобы были у нас, потому что мы реально знаем, что мы сможем дать вам очень много. Первое – это ниша питания. Ресторанная ниша, все, что связано с едой. Если вы занимаетесь, возможно, ресторанным бизнесом, ну, чем-то, что-то у вас есть, либо вы хотите развивать, начинать эту тему, обязательно присылайте анкету, потому что нам есть чем с вами поделиться, и вы сами видели, что команда у нас однозначно будет. Второе направление, которым мы точно можем вам быть очень сильно полезны – это направление инфобизнеса, это направление онлайн-обучения. Очень интересны такие проекты, поэтому если такие люди нас смотрят, и вы тоже думаете, блин, идти или не идти, ребята, однозначно идти. Напоминаю еще о главных вещах. Во-первых, под видео есть все ссылки абсолютно со всеми контактами, которые вам необходимы. Чтобы заполнить анкету, нужно перейти вот сюда вниз, есть ссылочка, вы заполняете анкету и выбираете себе одну из двух. Либо на участие главного героя, либо на участие в команде. Мы продолжаем кастинги, они будут еще длиться какое-то время, поэтому, опять-таки, повторюсь, не спите. Далее, уже завтра, завтра, завтра у нас стартует программа «30 дней в ритме Ермиловой» – мой онлайн-марафон. В этот раз мы дали, помимо программы, еще огромное количество бонусов, тренингов, книг, всего чего угодно. О чем вы думаете? Включайтесь, ребята, впереди, скоро Новый год. Вы будете говорить, надо ставить цели. А что у нас со старыми целями, а? Поэтому не спим. Подписываемся на канал. Не забываем, кстати, поставить колокольчик оповещения, если вы до сих пор этого не сделали. Не забываем о том, что у нас на канале всегда очень много энергии, очень много знаний, очень много мотивации. Всего очень и очень много. Поэтому включаемся, включаемся, еще раз включаемся. И, конечно же, всем, кто пишет комментарии, кто комментирует наше шоу, дает свои рекомендации среди всех вас, я всегда буду разыгрывать подарки и призы. Обязательно смотрите в разделе «Сообщество», там я вывешиваю победителей. Поэтому комментируем, друзья. Ну и вообще, живем бурно, так, как живем мы. Ну, я пошла продолжать фотосессию, а вам хорошего дня. Не забудьте поставить лайк этому видео. Пока!